Еще в конце января в библиотеке Славянского электротехнологического техникума проводился военно-исторический конкурс «Победные дни России». Он дал старт циклу викторин для молодежи, которые будут проводиться в Славянском районе до мая 2016-го. Первый этап был посвящен 72-летию снятия блокады города Ленинграда. На этой неделе школьники и студенты вновь собрались вместе на очередном этапе конкурса. С подробностями наши корреспонденты. Традиционно в рамках месячника по оборонно-массовой работе и военно-патриотическому воспитанию в Славянске-на-Кубане проводится военно-исторический конкурс «Победные дни России». Участвуют команды техникум славянских сельскохозяйственного, техник экономики права, анаптский индустриальный техникум, электротехнологический техникум и плюс школы общеобразовательные города и района. В прошлый раз у нас больше ста человек участвовало. Перед тем, как дать старт началу конкурса, были названы имена победителей первого тура. Ими стали студенты славянского сельскохозяйственного техникума. Ребята были награждены грамотами. Тот, кто не знает свою историю, не имеет будущего. Но это очень, я считаю, важное мероприятие, потому что патриотизм в нашей стране нужно поднимать. Изучать свою историю – это довольно-таки, наверное, почётно. Если живём мы в великой стране, ну, просто нужно учить, увлекаться этим. Довольно-таки интересно. Главной темой второго этапа военно-исторической викторины стал день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 15 команд ответили на вопросы о военных операциях, знаменательных событиях, подвигах, полководцах, военачальниках, наградах и оружии периода битвы за город Сталинград. При участии в таких мероприятиях я вспоминаю то, что уже знаю, и всё-таки подчерпываю новые для себя знания, новые факты. Это очень полезно для мышления, в первую очередь. Ты можешь узнать, на что ты способен. Впереди у ребят ещё два этапа конкурса. Им предстоит ответить на вопросы, касающиеся освобождения Станицы Славинской и Дня Победы. Победитель определится по общему числу набранных баллов. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа «События».